Здарова, дружище! Сегодня мы посмотрим с тобой Звёздного Капитана, как уничтожить биоаниматроников SCP-3325. SCP! Это одна из моих любимых игровых вселенных, ну не игровых, не знаю как назвать, вселенных, короче говоря, в последнее время. Мне прям очень нравится этот рассказ, я уже и сам сайт начал читать. Ладно, короче, погнали смотреть, ссылочки на региональное описание, поехали. В данном видео вы узнаете жуткие подробности о специальном комплексе SCP-3325, в котором создают живых кукол для детских передач. Не забывайте ставить свои капитанские лайки, если хотите ещё роликов по SCP. Мне вот что удивляет, типа в реальности ведь тоже существуют вот эти вот аниматроники, они конечно никого не убивают, но кто бы пошёл в пиццерию с аниматрониками, которые выглядят вот так вот, где они там, где они были? Вот так вот выглядят аниматроники! Ты б сюда пошёл? Я б сюда ни в коем случае не пошёл, я б увидел вот это вот и сжёг бы нахрен эту пиццерию. Нет, я бы этого не делал, не садите меня, пожалуйста. А вы бы хотели, чтобы герои ваших всё ещё или когда-то любимых детских передач были живыми? Нет, нет, спасибо. Насколько сильно изменилось бы ваше воспоминание происходящего? Что ж, сейчас мы узнаем, что могло бы произойти, если бы кто-то решился на подобный поступок. Ну вот, вот да. Ты, ты дура или что? Чё ты так смотрит радостно? Ты это дебилка, это сумасшедший, это самоубийца, это ребёнок, который не хочет, не хочет существовать, он не понимает. Он просто не понимает, что есть такая вот херня. Вот что это за улыбка? Вот если на тебя вот такая вот херня смотрит через окно, если бы кто-то решился на подобный поступок. Вот, смотри такая. Вот это вот смотрит на тебя, ты вот так вот будешь на неё смотреть? Эээ, гесалдай. Всё, кобздец. Сегодня мы с вами разбираем довольно необычный и страшный объект, относящийся к классу F-Clip. Всё, стептизёр какой-то пришёл. Бенди, короче, типа как там. В данном месте располагаются довольно интересные помещения, обеспечивающие этот комплекс всем необходимым. Помимо комнат отдыха, тут также располагаются склады, студии звука и видеозаписи, несколько подземных лабораторий, мусоросжигательное отделение и зоны содержания биоаниматроников. Вся административная часть комплекса располагается на первом этаже. На цокольном находится указанная ранее студия, а все остальные же помещения уходят под землю. То есть всё помещение это один из CP, да? То есть всё здание, со всеми этими штуками. Я так понимаю, и уничтожить его тоже нельзя, да? Собственно говоря, а что же такого страшного может быть в этом комплексе? Всё дело в том, что в этом месте происходит создание биологически модифицированных организмов, известных как SCP-3325-1. Из себя внешне они представляют живых кукол или даже скорее костюмированных персонажей, основной целью которых должно было стать выступление в популярных детских передачах. Под плюшевой оболочкой скрываются самые настоящие органы, вследствие чего с биологической точки зрения биоаниматроники представляют собой обычных животных. Узнаваемость этих кукол достигается за счёт их полного или частичного сходства с персонажами из уже существующих известных шоу, фильмов и сериалов для детей. Это могут быть как герои улицы Сезам, так и динозавры из парка Юрского периода. Нет, спасибо. Я не понял, что это за вид. Это велоцираптор. К сожалению, в какой-то момент времени всё пошло не так, как задумывали создатели этого комплекса. Вместо того, чтобы развлекать, биоаниматроники превратились во враждебных и крайне агрессивных человеку созданий. Я не понял, то есть это обычные люди создали SCP? Я думал, SCP появляются по какому-то своему, там, ну, я не знаю, принципу, я не до конца понимаю, каким образом именно они появляются, но получается, этого аниматроника тупо создали люди. Да? И всё. Соответственно, его можно, а, уничтожить, б, исправить. Разве нет? Под горячую лапу живых кукол попадали не только люди, но и любые встреченные животные. Мало того, 33251 являются плотоядными существами и могут питаться любым пойманным мясом. Закрыть решётку и выпускать эту тварь! Как и положено, живые куклы имеют несколько видов. Учёные комплекса планировали создать ещё, но до этого так и не дошло. Первыми идут SCP-33251-A. Они напоминают птиц, имеют длинную шею и перья, а в высоту достигают порядка трёх метров. Их крылья имеют неправильное строение, что не позволяет им нормально летать. При этом они очень быстро бегают и легко развиваются. Мне нравится пробежка этого парня. Вы меня сейчас убьют! Это не причина, вы меня слишком сильно напрягаются. Слышь 72 километров в час. 33251-A существуют в нескольких цветовых вариантах. Они не отличаются большим умом и сообразительностью, из-за чего часто врезаются в стены, считая их своими противниками. Далее идут SCP-3325-1-B. Из себя эти создания представляют рептилии, передвигающихся на двух задних лапах. Крайне агрессивны и разумны. Нападают стаями и легко загоняют свою добычу в ловушку. Среди самых частых окрасов фигурируют жёлтый, зелёный и фиолетовый. О, мистер Арнольд! На очереди SCP-3325-1-C. Внешне напоминают маленьких медведей, высота которых не превышает одного метра. Передвигаются на двух задних лапах и покрыты плотной шерстью всех цветов радуги. Это типа они из Звёздных войн взяли? Несмотря на внешнюю неуклюжесть, эти создания могут развивать скорость в 60 км в час, легко догоняя почти любую свою добычу. Так же, как и 1-B атакуют стаями. Окружив добычу, начинают издавать случайные фразы из детских передач, которые будут провоцировать окружающих 33-25-1 на более агрессивное поведение. Мне нравится это имя. Лунтик. Он у нас идёт SCP-33... Да чего сказала, сука! И пошёл носиться ещё активнее. ...и 25-1-D. Организмы данного вида ещё практически не изучены. Большую часть времени они прячутся в вентиляции. Что отличает их от других живых кукол, так это возможность выделения едкой жидкости, уничтожающей большую часть предметов при контакте. Это создали детские игрушки, блин. Переходим к SCP-33-25-1-E. Из себя они представляют слегка изменённую версию 1-B, которую увеличили в размерах в несколько раз. На данный момент был зафиксирован всего один экземпляр этого вида. Что интересно, этот большой динозавр постоянно поёт. Однако из-за повреждённых голосовых связок слова в песне разобрать невозможно. При виде людей тут же нападает, рвёт на части и довольно быстро поглощает. Я вот никогда не понимал, почему все так хотят убить людей. Ну, типа, зачем? Что тебе это даёт? Какой смысл? Вот прям все так хотят поубивать людей. Вот все фороры. Ну и последним в списке выступает SCP-33-25-1-H. Это не отдельный вид, а обезображенная версия предыдущих кукол. А связано это вот с чем. Периодически после рождения у некоторых особей по необъяснимым причинам присутствуют различные опухоли, дополнительные конечности и деформации. Кожа может вовсе отсутствовать, а некоторые участки тела имеют обширные некротические повреждения. Обычно такие создания долго не живут. Но уж если несчастной жертве повстречается один из них в стенах комплекса, то смерть от инфаркта ей будет обеспечена. Да, чё-то вот... Он ложкой его убил? Вау. Чё-то мне кажется, знаешь, что смерть от инфаркта это будет последнее, что тебя беспокоит, если на тебя нападает какая-нибудь вот такая вот огромная динозавровая игрушка. Хочется заметить, что у некоторых живых кукол присутствуют элементы одежды, такие как шляпы или штаны. Казалось бы, ничего необычного. Однако на этот момент начинаешь смотреть по-другому, когда узнаешь, что подобные предметы гардероба являются частью биоаниматроников, словно уши или нос у обычного человека. То есть они состоят из их плоти и крови. Смогла. Интересно. Не бей молотком. Поведение всех 33251 непредсказуемо. Послушай девушку, сделай наоборот. Находясь в зоне содержания, они могут как просто стоять неподвижно и пристально смотреть на сотрудников, так и проявлять спонтанное агрессивное поведение. Тут, блин, как круто сделали анимацию. Хорошей новостью является то, что у биоаниматроников нет репродуктивных органов. Всех их выводят в лабораторию Комп. А то бы они тебя еще и затрахали при сборте. Хоть на этом спасибо. Так делают динозавров? Нет. Так играет господа бога. Другой особенностью живых кукол является их различная степень разумности. Некоторые из них тупые как пробки, другие же очень даже интеллектуальны. И способны легко выполнять сложные действия. Способны не только тебя съесть, но и в шахматы тебя сначала унизить. Черт! Периодически 33, 25, 1 могут проговаривать определенные фразы, которые полностью или частично повторяют фразы популярных персонажей детских шоу. Как это дети смотрели? Как это дети смотрели? Это, блядь, страшно. И этом, несмотря на то, что сами предложения имеют безобидное содержание, голоса биоаниматроников будут довольно пугающими и неприятными. Давай знакомиться. Я Папа Капа, а это Шершуля. Генерал Шер. А я Лунтик, лунная пчела. По определенным причинам, объект 33, 25 и находящиеся внутри него куклы не могут быть перевезены на территорию фонда. Поэтому особые условия содержания применяются на месте его фактического расположения. Весь периметр комплекса обнесен прочными и высокими ограждениями. А охрану объекта осуществляют минимум 4 специально тренированных сотрудника. Из-за того, что 33, 25 находится в удаленной и безлюдной местности, необходимость в дополнительных мерах безопасности отсутствует. Живые куклы содержатся внутри больших специальных камер в исследовательском центре. Места содержания оборудованы устройствами аудио и видеофиксации. Кормление происходит два раза в неделю, а в качестве пищи выступает сырое мясо. Все особи 33, 25, 1 настроены враждебно. Однако против вооруженного человека они не представляют большой опасности. Дело в том, что являясь существами из плоти и крови, их можно довольно просто уничтожить, используя огнестрельное оружие. Также они легко вырубаются после применения транквилизаторов. К несчастью, у большинства живых кукол отсутствует инстинкт самосохранения. А из-за того, что они нападают группами, их существование может представлять определенную угрозу для окружающих. Фонду стало известно о существовании SCP-3325 после того, как в их руки попала видеозапись с просьбой о помощи. Благодаря находке удалось определить местоположение комплекса и причину бедствия, после чего были предприняты все необходимые меры. После выяснения всех обстоятельств сотрудники фонда подтвердили аномальную природу живых кукол, находящихся в стенах 3325. Никогда не думал, что мне будет не давать спать лунтик, мать его. Было зафиксировано, что биоаниматроники полностью заняли все подземные уровни комплекса, а весь персонал был либо съеден, либо пропал без вести. Большинство 33251 были либо уничтожены, либо пойманы и распределены по камерам с соответствующим уровнем содержания. В одной из комнат была обнаружена брошюра, в которой в деталях описывались цели организации. В современном мире детишки устали от анимации кукол и костюмов. Даже когда-то восхищавшие воображение компьютерная графика уже не трогают. Эти дети уже все видели. Они знают, что все это не настоящее. Современные дети хотят большего, но каким же будет следующий шаг в индустрии развлечений? Думайте шире. Мы не говорим о каких-то куклах или продукции из искусственных материалов. Мы, как и все люди, хотим ассоциировать себя с живыми существами. В данном случае речь идет о настоящих персонажах. Наша цель дать детям возможность общения с живыми героями их любимых передач. Согласитесь, лучшего подарка и быть не может. К примеру, жизнь. К примеру, подарок не умереть. Как насчет такого? Погибшие ученые комплекса хотели использовать 33-25-1 не только для детских развлекательных программ, но и со временем создавать целые зоопарки с невиданными зверюшками, проводить живые выступления и даже продавать кукол в качестве домашних животных. Эй, стойте. Не, ну так идея неплохо. В подземных лабораториях сотрудники фонда обнаружили недоразвитые образцы SCP-33-25-1. Они содержались в цилиндрических стеклянных контейнерах, плавая в околоплодной жидкости. К каждому существу было подсоединено большое количество трубок, снабжавшими их всеми необходимыми полезными веществами и кислородом, а также выводящими отходы жизнедеятельности. Тут же располагались специальные загоны для размещения сформированных образцов. Внутри таких камер в больших количествах находились скелеты разных сельскохозяйственных животных. Так, ну что? Кто голоден? Производство биоаниматроников идет в автоматическом режиме, а отключить этот конвейер на данный момент не представляется возможным. Только что созданных кукол необходимо сразу же размещать по камерам. Ведь в противном случае все они будут нападать на любых встреченных людей. Это все на сегодня. Не, ну в принципе, знаешь, во-первых, скажу интересно, как всегда. Вот SCP-рассказы, чем мне нравятся, они практически всегда интересные. Это вот прям всегда. Ты читаешь и такой... This shit is real good. Вот, но в принципе, странная тема. То есть этот завод создали сами люди, да? То есть их создали сами люди. То есть эти же люди, ну скорее всего, их убили, их съели. Но документация-то должна где-то отстаться. Соответственно, по этой документации можно было бы еще заводы построить. В принципе, без проблем. То есть получается, SCP могут создавать во вселенной SCP сами же люди? Я почему-то думал, что они все SCP появляются как-то сами по себе. Из-за каких-то вот неведанных людям законов. А здесь люди взяли и такие... Херакс, мы хотим, короче говоря, чтобы были аниматроники, которые детям будут отыгрывать питомцев. Давайте-ка им по нем завод. И сделали как бы. Мужик сказал, мужик сделал. Сказали, что сделаем завод. Сделали завод. И он работает этот завод. Причем, ух, сделали на века завод, понимаешь? Завод продолжает работать даже уже без самих своих владельцев. Это что вообще такое? Вот. Но, в принципе, мне кажется, их можно было бы как-нибудь либо приручить. Но у них нет, в принципе, инстинкта самозахоронения. Так что вряд ли их приручишь. А нафиг их тогда держать? Почему бы их не убить? Почему бы все это не взорвать какие-то дрени-фени? Кто разбирается во вселенной SCP? Напишите в комментариях ответы на эти вопросы. Возможно, они где-то есть. Скорее всего, их нету на самом деле. Потому что, скорее всего, этот, ну, SCP не супер-пупер важный. Супер-пупер популярный. Но хотя я, по-моему, про них начинал читать. Пробил аниматроников или натыкался на эту статью, по крайней мере. Ладно, ребят. Это очень интересно. Очень интересно. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Че народ говорит. Когда учитель не заметил, что играешь на телефон в уроке. Ладно, ребят. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Увидимся с собой в следующих сериях. Оригинал в описании. Пока на этом все. Пока. До скорого. Удачи.